Раде рекомендуют окончательно принять закон об открытом банкинге, что он предлагает. В Украине хотят улучшить качество платежных услуг. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять соответствующий законопроект номер 4364. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР, ко второму чтению закона поступило 334 предложения от народных депутатов. Дополнительно было наработано 134 предложения, которые нуждаются в поддержке комитета. В общем предлагается учесть 322 предложения, в том числе 20 частично и 37 редакционно. Отклонено 146 предложений народных депутатов. Предусмотрено не устанавливать никаких ограничений ставок интерчейнджа и эквайринга, вместе с тем предоставив предприятием торговли механизм конкурентного урегулирования их размера. Отметим, межбанковская комиссия интерчейндж устанавливается платежной системой. Ее платит банк, обслуживающий посттерминал торговца, в пользу банка, который выпустил карту. Эквайринговая комиссия – плата торговцев банком за обработку платежей и обслуживание установленных посттерминалов. Национальный банк Украины получает право запрашивать в международных платежных систем статистическую информацию о размере ставок интерчейнджа и эквайринга и публиковать ее. Дискуссию вызвал вопрос предельных размеров ставок интерчейнджа и эквайринга, поскольку на сегодня они являются слишком большими по сравнению с другими странами. Однако предложение о поэтапном снижении ставок интерчейнджа не набрало необходимого количества голосов. Прописано, что график обеспечения всеми торговцами возможности осуществления безналичных расчетов должен утвердить Кабинет министров. Усиливаются требования к аутентификации пользователей. Закон предлагает расширить перечень ограниченных платежных услуг, услуг, получение разрешения на проведение которых является упрощенным. Также убирается норма об ответственности поставщиков услуг в случаях проведения платежных операций, при которых списание средств происходит со счета не того плательщика без вины поставщика услуг. Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект во втором чтении и в целом в редакции, предложенной в сравнительной таблице, говорится в сообщении. Напомним, в конце февраля Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект номер 4364. Как писала РБК Украина, через систему электронных платежей Национального банка СЭП, в прошлом году провели 385 миллионов начальных платежей на сумму почти 45 триллионов гривен. Это на больше на 38% по сумме, чем в 2019 году.